Дорогие коллеги, участники замечательного форума, гордись своей улыбкой. Все дело в том, что в нашей жизни много проблем, но одна из, наверное, самых неприятных проблем, которую нам доставляет, это наши, как я их называю иногда, предатели зубы, которые у нас, как ни странно, очень часто нас подводят, начинают болеть. И тогда мы, к сожалению, не можем полностью открыть, как я говорю, нашу пасть, наш рот, чтобы во всю улыбку, так сказать, наблюдать происходящее в этом мире. Мы очень все ценим стоматологов, но мы и ценим себя гигиенистов, потому что, давайте будем честными, все-таки очень хотелось, чтобы мы все помнили о профилактике, и если мы ее будем соблюдать, то, конечно, мы уже с раннего возраста будем гордиться своей улыбкой, будем гордиться тем, что мы можем правильно кушать, правильно перемалывать нашу пищу, и мы тогда будем здоровы. Поэтому я думаю, что сегодня вот тот форум, который проводит наш ВУЗ, такой замечательный форум, он очень-очень правильный, он очень правильно имеет направление, и хочется пожелать всем участникам форума, конечно же, и гордиться своей улыбкой, и быть, обязательно быть здоровым. Успехов! Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья! Тема сегодняшнего нашего выступления называется «Гигиена водоснабжения на территории Саратовской области. Проявление кариеса у населения региона. Мера профилактики заболеваний». Кариес зубов – это на самом деле наиболее распространенное заболевание, при том, как у детей, у взрослого, пожилого населения страны. Оно является причиной острых боли и нередко развитие серьезных осложнений, вызываемых так называемой адантогенной инфекцией. Десять лет назад, то есть в 2011 году, в Москве состоялось совещание экспертов по использованию фторидов в стоматологии. И в том же 2011 году была принята Ассоциацией стоматологов России декларация в качестве официальной позиции по использованию фторидов в стоматологии. Надо сказать, что использование фторидов в стоматологии – это не только проблема, связанная с населением Российской Федерации, это проблема, которая уделяет внимание Всемирная организация здравоохранения и, в частности, Ассоциация стоматологов Всемирной стоматологической организации. И они также взяли на вооружение доктрину, связанную с эффективным внедрением безопасного ежедневного использования фторидов в оптимальных количествах для профилактики кариеса. С точки зрения подфизиологической, кариес – это патологический процесс, при котором происходит деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с последующим образованием полости. В норме зубная эмаль находится в состоянии динамического равновесия между постоянно протекающими процессами деминерализации и реминерализации. Так вот, одно из условий деминерализации – это длительные контакты эмали зубов с органическими кислотами, откуда они берутся, эти органические кислоты. А источником их образования является метаболизм, который протекает в так называемых оральных микроорганизмах, в котором относятся кариесогенные бактерии, это оральные срептококи, лактобактерии, актиномицеты. Более того, они не только обладают вот этим метаболизмом с образованием органических кислот, они, естественно, за счет этого снижают pH в кислую сторону, но они еще и обладают микроорганизмы способностью к гликолизу, то есть к ферментации. А ферментация в основном углеводов. Почему мы говорим, что хотите сохранять зубы – ешьте как можно меньше сладкого. Сахар, углеводы. Так вот, здесь образуются так называемые внеклеточные полисахариды, которые заполняют кариозные дыры, эти бляшки, очаг поражения и тем самым затрудняют процесс восстановления эмали, то есть рве-минерализации и мешают поступлению в эмаль ионов кальция и фосфатов. Роль фторидов направлена как раз в обратную сторону. Именно она заставляет ингибировать процесс гликолиза, то есть значит не будет полисахаридов, снижает выработку внеклеточных полисахаридов, блокирует снижение pH, то есть pH будет либо стабилизироваться, либо идти в щелочную сторону и тем самым затрудняют процессы минерализации на поверхности эмали. Что же относится к фторидам? Ну, если мы помним с вами химию, то фтор – это газ, это довольно-таки очень сильный окислитель. В природе очень много фтора, но он в основном находится в виде соединений как с органическими, так и с неорганическими соединениями. Он всем хорошо известен фтористый кальций, фтористый натрий. Ну, помимо этого, безусловно, много есть органических соединений фтора. Так вот, фтор – он есть и в воде, он есть и в воздухе, он есть и в почве, но чаще всего мы говорим о том, он хорошо очень изучен содержание фторидов именно в воде. И на сегодняшний день Если содержание фтора в воде будет меньше или больше, 0,7 мг на литр, то содержание фторидов будет не в этих цифрах, то будет либо кариес, если содержание будет меньше, либо содержание будет больше, чем 1,5 мг на литр, то может возникнуть флюороз. Следующая табличка, которую мы вам тут представим, она как раз показывает содержание фторидов в воде уже Саратовского региона. Обратите внимание, Саратов, Энглиц, Балаков, Балашов и так далее, вам привели 20 известных, вообще у нас их больше 30 в Саратовской области, но тем не менее, обратите внимание, ни в одном из источников водоснабжения содержание фтора, даже близко не стоит к цифре 0,7-0,8 мг на литр, оно приблизительно во всех в 2, а то и в 3 и даже более раз меньше, чем то, которое создавало бы благоприятные условия для того, чтобы можно было осуществлять профилактику кариесных инфекций. Сегодня ученые всего мира, в том числе ученые нашей страны, они занимаются вопросами, связанными с решениями проблемы профилактики кариеса. И в этом отношении предлагается несколько вариантов, один из вариантов это применение антимикробных препаратов для ликвидации кариесных инфекций, ну и в частности, конечно, это применение в отношении кариесных бактерий, то есть антибактериальной терапии. На сегодняшний день наиболее она разработана в отношении так называемого биглюканата хлоргексидина, используется, как правило, 5-сантипроцентный раствор, он действительно обладает и бактериостатическим, и бактерицидным действием. Но эффективность его где-то от 30 до 40% она действительно известна, но не всегда человеку удобно с ним пользоваться, не всегда он, так сказать, будет им пользоваться. Но тем не менее, действительно, хлоргексидин это антимикробный препарат, который может с успехом применяться. Следующая разработка профилактическая, это разработка профилактической вакцины. Здесь иммунологи, микробиологи всего мира тоже думают над созданием такого препарата. В частности, это препарат, который представлял бы собой вакцину, и она создана на сегодняшний день, но создана, изучена пока только на лабораторных животных. Правда, ставят под сомнение ее эффективность в плане переноса на контингент человека в связи с тем, что все-таки те инфекции, которые относятся к оральным инфекциям, они могут представлять большую проблему и для, допустим, ревматизма, и для каких-то других сердечно-сосудистых заболеваний, как себя будет вести вакцина в отношении всего организма пока непонятно, и поэтому вроде бы и есть надежда в этом плане, но и в то же время они пока берутся под сомнение, но время покажет. Следующее, это использование жвачки, да, самые обычные жвачки, которые содержат заменитель сахара, ксилит, и это действительно уменьшает количество коррисогенных бактерий. Сегодня это довольно-таки известно, ну, опять-таки, за счет чего? За счет того, что меньше углевода сахара, с одной стороны, с другой стороны, жвачка действительно уменьшает зубной налет, в-третьих, жвачка способствует тому, что стимулируется слюноотделение, и, естественно, в результате этого реминерализация, революционный потенциал слюны увеличивается, так что вполне возможно жевать жвачку, и многие профилактики это рекомендуют, особенно после еды. Ну, можно почистить зубы, но не всегда есть такая возможность, а положить в рот жвачку, это довольно-таки эффективно. Но все-таки ученые всего мира сегодня склонны считать, что наиболее эффективным является использование именно фторида, то есть соединений фтора для обеспечения постоянного его присутствия во рту в малых концентрациях. И вот это последнее направление признано наиболее эффективным и достигает эффективности до 70-75%. Следующее, о чем мы должны с вами поговорить, это методы фторирования, или методы так называемой фторид-профилактики кариеса зубов. С этой точки зрения сегодня предлагают два направления. Это так называемое системное эндогенное направление и местное экзогенное. Что такое системное эндогенное? Оно основано на фторировании воды, на фторировании молока, на фторировании соли, то есть обычной поваренной соли, как едируем мы, гигиенисты соли, рекомендуем ее для профилактики эндемического зуба. И, наконец, четвертое системное направление – это прием таблеток фторида натрия. Местное направление – это всем хорошо нам широко известные такие направления, как чистка зубов в торсодержащими зубными пастами, ну а дальше это уже чисто стоматологические такие направления, но мы тоже о них знаем, профилактики – это покрытие зубов фторлаком, это аппликация фторгелем и это полоскание, аппликация фторид-содержащими растворами. Немножко остановимся на направлении, которое близко нам, гигиенистам. Это системные методы фторид-профилактики. Эти системные методы тоже можно разделить на две группы. Одна группа называется групповые методы системные, а вторые – популяционные. Групповые – то есть это небольшое количество населения. И сегодня они действительно находят свое, так сказать, применение, они внедряются. Ну, например, групповой метод для профилактики кариеса может быть широко использован в детских садах, в школах. Это фторирование молока, это локальное фторирование в школах питьевой воды. А вот популяционные – это уже на уровне населения целого региона. То есть большие регионы, это миллионные регионы. Это централизованное фторирование питьевой воды. Это использование фторированной соли. Ну, как вот, допустим, мы с эндемическим зомом боремся, когда говорим, надо заниматься едированной солей. Ну, то есть это тогда, когда глобально мы используем на довольно-таки больших населенных пунктах, городах, а то и целых регионах, а то и целая страна. Показаниями к применению системных методов фторит-профилактики является, конечно же, прежде всего, высокий уровень интенсивности кариеса зубов у населения. Ну, сегодня мы должны сказать, что у нас действительно население страдает кариесом, и подвержено кариесу от 60 до 80, а то и большего процента. Поэтому, конечно, такой вот показатель, как использование системных методов фторит-профилактики, он, конечно, показан в регионах Российской Федерации. Всемирная организация здравоохранения, она использует такой показатель, как индекс КПУ. Ну, стоматологи знают о нем. Следующий показатель – это низкое содержание фторида в питьевой воде. Ну, предыдущий слайд, который мы с вами смотрели, действительно у нас и в источниках фтора мало, и навряд ли он откуда-либо появится в процессе водоочистки. Вот если мы делаем водоподготовку с использованием внесения фторида, то тогда, конечно, фтор будет появляться. Ну, и третье – это отсутствие дополнительных источников системного внедрения фторида. Фторирование питьевой воды. Сегодня этот метод широко используется у населения практически, ну, не значительно, а, скажем так, у значительного населения, развитого населения, имеющего под это определенные суммы вложений, вливаний, у населения, я имею в виду, земного шара. Но, во всяком случае, свыше половины населения Соединенных Штатов Америки употребляют сегодня либо природную, либо искусственно фторированную воду. Что для этого надо? Для этого надо сделать так, чтобы содержание фтора в питьевой воде, ну, в зависимости от климатических поясов, почему от климатических поясов, понятно, на севере мы пьем воды меньше, на юге больше, поэтому содержание, где будет фтора, конечно, на юге его должно быть меньше, да, раз мы пьем воды больше, а на севере, значит, фтора должно быть больше. Ну, здесь не столь великие цифры, но, тем не менее, значит, южные регионы – это 0,7-0,8 мг на литр, средняя полоса где-то 1 мг на литр, а северная, значит, это где-то будет 1,2-1,3 мг на литр. Вот, и если мы научимся фторировать воду в таких пределах, то у нас, конечно, до 75% мы сможем снизить поражение кариесом у населения, у популяции населения в Российской Федерации. Но, к сожалению, пока это не очень получается, почему? Потому что и технологии у нас, к сожалению, не всегда достаточно эффективные, и средств надо вкладывать много, и поэтому пока, видите, в основном все-таки это в развитых странах, таких, Соединенные Штаты Америки, европейские какие-то страны, там это используется довольно-таки эффективно. Следующее – это фторирование питьевой воды в школах. Вот локальное фторирование – это более такой, ну, простой метод. Мы сегодня, допустим, с успехом делаем локальную очистку воды, допустим, в школах, и даже больше того, локальная очистка воды, допустим, даже в нашем Саратовском регионе, вот у нас есть так называемые левобережья, засушливые районы, где довольно-таки много высокой минерализации воды, поэтому такие локальные системы очистки воды ставятся в школах, в больницах они действительно широко используются. Вполне хочется верить в то, что и локальная система фторирования питьевой воды, она будет вполне с успехом применяться в школах. Но единственное, что здесь, конечно, уже будет оптимальная доза не в 1 мг на литр, а она будет приблизительно в 4-5 мг на литр. Почему? Потому что дети будут пить эту воду, только находясь в школе, дома они уже не смогут ей пользоваться. Ну и приблизительно по подсчетам это получается 250 дней в году, поэтому вот надо будет выйти вот на такую дозу. Если мы сумеем выйти на такую дозу, то тогда противокариозная эффективность составит приблизительно 35-40%, ну то есть приблизительно, вот видите, где-то треть, а то и большая часть детей, они не будут страдать кариесом. И следующая системная такая проблема, как можно решить профилактику кариеса, это фторирование молока. Тоже довольно-таки интересная проблема. Требуется всего-навсего 1 стакан молока в сутки с содержанием 0,5 мг фторида. И этот метод уже в течение вот тех же самых 250 дней, такие исследования проводились, когда детям, ну приблизительно с 3 лет до 12 лет, то есть это используется в детских дошкольных образовательных учреждениях, в школах давали потрясающую эффективность, то есть до 55-68% снижался уровень интенсивности кариеса у детей. То есть фторирование молока – это еще одна из таких вот замечательных решений проблемы кариеса. Кстати, она с успехом применяется в Англии, в Болгарии, в Чили, в Китае, в Таиланде, в Венгрии. Проводились исследования по фторированию молока и в Российской Федерации, в частности у наших соседей в Волгограде. Они проводились с успехом в Воронеже, и все отмечают довольно положительную роль в фторировании молока. Но, наверное, денег не хватает пока на все вот эти методы. А тем не менее, замечательный системный метод. Еще один системный метод – это фторирование поваренной соли. Я уже вам говорил, что можно не только едировать соль, но можно и фторировать соль. Приблизительно уровень получается такой. На 1 кг надо 250 мг фторида. Если мы научимся, а мы уже научились и вообще во всем мире научились этим пользоваться, будет довольно-таки замечательный эффект. Но есть одна проблема. Мы не можем с вами следить за каждым. И трудно индивидуализировать данный метод. Понимаете, один вообще не ест соль, понимая, что она, как и сахар, белый враг. А другой, наоборот, ее интенсивно употребляет. Поэтому здесь вот такая вот противокариозная эффективность методов довольно-таки расплывчатая. Но тем не менее, кто правильно использует содержание, а у нас суточная потребность где-то составляет в соли от 8 примерно до 15 г в сутки. То есть вот при таком расходе мы вполне будем получать с вами ту положенную нам суточную потребность, которая будет составлять где-то вот 0,7-1,5 мг в сутки. То есть то, что нам, собственно говоря, и надо с вами было бы. Теперь применение фторид-содержащих таблеток. Это тоже одно из решений, такое вот системное решение о профилактике кариеса у населения. Ну, в большей степени, конечно, это относится к организованным коллективам. Организованные коллективы – это, опять-таки, детские и дошкольные учреждения, это школы. Сегодня выпускают такие таблетки, которые действительно вот содержат фторид, и можно было бы их рекомендовать. Но все-таки надо все это проводить под контролем, безусловно, медицинского работника. Мы не всегда видим с вами медицинских работников во всех детских и дошкольных организациях, школах. Поэтому, вот пока мы не наладим вот эту работу, я имею в виду с медицинским персоналом, нам будет трудно и внедрять фторид-содержащие таблетки. Но как только будет налажено первое звено, я думаю, мы сможем наладить внедрение вот фторид-содержащих таблеток. Здесь вот мы вам табличку привели. Посмотрите, видите, фактически выпускают сегодня таблетки, содержащие фторид. В одной таблеточке содержится 0,5 мг приблизительно на литр. Ее надо запить стаканчиком воды. И вот здесь вот, видите, написано. Значит, одна таблеточка 5-6 лет, это одна таблетка 4, 2-4 года пол таблеточки, да, и количество фтора, которое можно получить 7-14 лет, 2 таблетки, 1 мг на литр. То есть полностью можно удовлетворить потребность в содержании фтора. Несмотря на высокую противокариозную активность, да, вот связанную с инстидентом вот таких вот методов, есть, конечно, определенные организационные сложности. Они заключаются, как я уже говорил, в соблюдении точной индивидуальной дозировки и необходимости контроля поступления фторида в организм для предупреждения осложнений. Конечно, главная заповедь любого врача не навреди. Поэтому мы должны с вами четко представлять, что избыток фтора тоже опасен. Поэтому, конечно же, все должно вестись на начальных хотя бы этапах под наблюдением медицинского персонала, медицинского врачей или медицинских сестер. И здесь есть разработанные методы. Это тоже самые методы, как йодотурический метод. То есть тогда, когда мы можем говорить о содержании йода в моче, а здесь можно говорить о содержании фтора в моче. То есть вот с помощью таких биохимических методов мы могли бы охватить значительное количество населения, особенно организованных коллективов, то есть детские, дошкольные школы, на начальных этапах кариеса. И, конечно, это бы принесло значительный социально-экономический эффект в стране. Ну и, конечно, не надо забывать о местных экзогенных методах фторпрофилактики, к которым относится чистка зубов, покрытие фторицодержащим лаком, гелем, полоскание, аппликация растворами. Я бы не хотел на них в значительной степени останавливаться, потому что я думаю, что в нашей конференции наши медики в дальнейшем более подробно расскажут об этом. Единственное, я бы хотел все-таки еще остановиться на фторице держащих зубных пастах. Мы сегодня должны им низко поклониться. Почему? Потому что эти зубные пасты используются уже более 50 лет. И в настоящее время признаны одним из самых массовых средств профилактики кариеса зубов у детей и взрослых. И на самом деле с 1968 года они нашли такое достойное применение. Фторицодержащие препараты меняются, но тем не менее не забывайте о том, что действительно фторцодержащие зубные пасты, они помогают нам в значительной степени бороться с кариесом. Ну и в заключении хочу сказать спасибо за внимание и пожелать всем нам замечательной, здоровой, счастливой улыбки и вообще в целом здоровья. Спасибо! Продолжение следует...